Гаяр, полгода назад наше интервью должно было состояться по твоей инициативе, но оно не состоялось. Сегодня мы уже собрались, потому что я тебе предложил и благодаря тебе вся эта съемочная бригада сегодня находится здесь. Что изменилось за эти полгода? За полгода зарабатывать стал больше я, немножко похудел, также расширили ассортимент в нашем магазине семейном, вкусная лавка и соответственно у себя на работе в Гроуфуде набрал еще двоих-троих новых курьеров. Друзья, всем привет, меня зовут Мухаммадинов Тахир, я лидер движения штаб татарской молодежи. Сегодня у нас очень удачный день, ведь нам удалось встретиться для отличного живого интервью с татарским режиссером Гаяром Нуримановым. Гаяр, приветствую тебя. Салям Тахир, салям. Наконец-то эта встреча состоялась, действительно мы с тобой хотели это сделать гораздо раньше, но видимо по воле Всевышнего так получилось, что встретились мы сегодня. Давай окунемся в твое детство и узнаем, что пришествовало твоей карьере режиссера, с чего все началось. Ну, я не всегда был режиссером. Я, в принципе, с раннего детства увлекался, наверное, татарской литературой и писал стихи, сочинения, изложения, диктант на татарском. Поэтому на школе, где я учился, нас учили татарскому языку, и, соответственно, вот у меня с детства был интерес к стихотворениям, поэзии татарской и так далее. Хотя я не скажу, что я круглый отличник. Лет, наверное, где-то с 18 я начал писать на татарском языке стихотворения. Потом, когда уже мне было 20 или 21, я уже начал писать для артистов стихотворения, я писал тексты для артистов. Гострайтер. Ну да, да, да. И они потом сочиняли мотив и исполняли эти песни. Кто твоя аудитория? Татары, наверное, в основном. Татарлар, татарлар ведь мини-кары. Основная масса, наверное, процентов 70, я бы сказал, это нижегородские татары. Возраст? От 14-15 до 35, мне кажется. Вот это моя аудитория, судя в Инстаграме, в статистике. То есть ты ведешь Инстаграм, охват смотришь? Да, я смотрю охват, вот смотрю там сколько женщин, сколько мужчин, какой возраст, какой регион. И вот как раз вот то, что я сказал так. Каким же ты был в детстве? Я не был там пионер-вожатым или, вот, например, предводителем класса там и так далее. Ведь в каждой школе есть, например, как, ну, я не был... Ну, лидер какой-то, хулиган. Лидер какой-то, нет, я не был лидером, я был тихоней в основном, сидел на задних партах. Самое интересное, что тебе прилетало в Директ? В Директ? Угроза с расправой. Вот, сказали, что меня найдут, закопают и убьют. Это было связано с твоими клипами? Да, 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 с клипами, с сериалами было, ну, были такие, как бы, да, были оды такие хвалебные, как бы я так сказал, и были угрожающие Директы. Твой один из самых главных и важных в твоей жизни фильмов на сегодняшний день – это «Мехабет». В переводе, ну, если, как бы, дословно перевести, это «любовь – это дело сердца», если дословно прямо, или «дела сердечные», как бы, да, «любовь – это то, что связано с сердцем». Есть такой татарский, как сказать, писатель Эмирхан Яники, он дал определение любви, вот, по-татарски он дал определение любви, он сказал «Мехабет ул-ярек-эши». Да, я не успел спросить, так что пришествовало съемке, идее этого фильма, вот, я думаю, многим бы сейчас интересно было узнать, с чего все началось, где был этот зародыш, как ты его нашел, и с чего все стартовало? Ну, вообще, сначала был короткометражный фильм такой «Мехабет ул-ярек-эши» один, он 17 минут длится, это даже love story, я бы так сказал. А вообще, это был 2011 или 2012 год, переломный момент в моей жизни. Почему переломный? Потому что я расстался с девушкой, с которой встречался пять лет. Планировали жениться, создать семью, татарская девушка по имени Алсу. Другая Алсу. И, соответственно, когда я расстался с девушкой по имени Алсу, у меня был выбор, как бы передо мною стал выбор. Либо найти девушку и создать семью, как сделали мои друзья, сверстники, одноклассники, знакомые и так далее. Я выбрал творчество, я вернулся к стихам, я вернулся, грубо говоря, к поэзии, и я написал на татарском языке эссе, выпустил аудиодиском. Вот, аудиодиском. Аудиодиск мы назвали «Женское счастье». Я раньше проповеди на татарском языке читал, мы это записывали в студии, и аудиокомпакт-диски выпускали с татарскими проповедями. Да, Гаяр немного отошли от темы. Нет, я просто, от чего я веду, как бы к фильму, я же к фильму веду все. И, соответственно, я выбрал этот путь и посвятил себя кино, я написал эссе. На основе этого эссе я потом пробовал написать сценарий, я вышел на татарский ресторан «Казан-Чай-бар», где замечательные люди работали тогда, Володя Салманов, Акмал Шарипов и Арслан Ганиев. Вот, с ними я сдружился, и им рассказал мою идею, что хочу снять короткометражный фильм Махаббета Уларякища, потом, может быть, полный метр. И вот с этого все пошло. И так я стал, грубо говоря, и режиссером, и сценаристом. И таким образом я с помощью моих друзей, знакомых, мне удалось создать в Москве первый полнометражный татарский фильм, снятый московскими татарами. Впервые в истории. Мам, скажи, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как и ты? Да, Газэм. Ты будешь настоящей красавицей, как и сейчас. У тебя будет все, о чем ты мечтаешь. Ммм, я так соскучился. Я люблю тебя, Радик. Ты просто не представляешь, как мне нужна твоя забота, твое внимание. Пап, мне страшно. Скажи, мы всегда будем вместе? Что бы ни случилось, я всегда буду с тобою и с мамой. Мне кажется, мой муж мне изменяет. Ты меня сводишь просто с ума. Я знаю, кто нам мешает быть вместе. Скоро мы от них избавимся. Я не знаю, верить тебе или нет. Я не смогу с этим жить. Не говори так, Алья. Ты справишься. Почему папа ушел от нас? Не уезжай, прошу. Очень прошу. Ты знаешь, я не могу понять, почему судьба к тебе так жестокая. Я думаю, мне нужно расстаться. Прости. Зэп. Разве ты не знала? Дамир тебя бросил. Он тебя не любит. Папа, прошу тебя. Заткнись, я сказала. Зэп. Я отниму у тебя все. Как приняли татары этот фильм? Помню, зал был полный, потому что, ну, такого не было. Ну, да, из Татарстана привозили татарские фильмы, было дело, показывали там. Ну, это вообще-то был нонсенс в свое время, потому что, ну, как это так? Как это так, что московские татары там могли снять? Что это такое вообще? Было людям интересно прийти и посмотреть. То есть зал был полным, там где-то было 600 человек в кинотеатре поместилось. И, соответственно, фильм приняли очень-очень хорошо. Несмотря на то, что фильмы снимались не актеры. Ну, как бы люди, которые не имеют отношения к актерской деятельности. Потому что для нас, как бы, это было весело, это было интересно. Мы, многие из нас были энтузиастами в этом деле. И поэтому все мы горели желанием сняться и выпустить кино на большом экране. Вообще на большой экран мы не планировали, но это потом со временем все это в снежный ком такой превратился. Я хотел, например, большего, большего, большего. Вот, хронометраж фильма сначала был часовым, а потом я подумал, а почему хронометраж фильма часовым? Это же полный метр. Давай снимем двухчасовым, чтобы фильм был не менее, там, час пятьдесят минут. Ну, в итоге двухчасовой фильм вышел. Ты снял фильм про любовь. Сейчас ты веришь в любовь? Да, я в любовь верю всегда. В жизни каждого человека есть махабет, есть любовь. Я верю, что любовь существует. Оптимистично очень. Друзья, любовь есть. Махабет Даньяда Бар. Ну, это по-татарски. Самый дорогой клип, который ты снял? Мажор. Самый дорогой клип, это мажор. Сколько? 200 тысяч. Ого! Потом идет «Я сошла с ума». Это меньше ужас. Нет, подожди. Сначала клип был «Я сошла с ума» от импульсов. Это где-то в районе сотки 100 тысяч. Кстати, этот клип «Я сошла с ума» на YouTube набрал 200 или 300 тысяч просмотров за буквально пару недель. Потому что поклонники «Тату» вышли на нас и нас начали закидывать письмами. Ну, им понравилась вот эта кавер-версия клипа «Татушек. Я сошла с ума». У нас своя версия была. Ну, я так понимаю, что этот клип на эту песню «Я про тату. Я сошла с ума» – это, наверное, одна из самых первых твоих кавер-работ таких серьезных. Да, да. И я очень люблю этот клип, потому что он нереально красивый. Потому что локация девочки, песня, история сама – самый-самый мой любимый клип, которого я пересматриваю до сих пор. Я сам очень критичен, и действительно, я посмотрел твой клип, мне он очень понравился. Я оценил работу. Я очень редко трачу время на просмотр каких-то таких, скажем, локальных работ. Но эту я работу посмотрел, она мне очень понравилась. Мне было бы интересно у тебя вот что узнать. Кавер на песню «Я сошла с ума». Сколько стоило записать песню? Записать вообще ничего особо многого не стоило. Я даже не помню, за сколько мы записывались. Еще мы записывали эту песню в студии Радика. У Радика была своя студия же, диджей Радика, на проспекте Буденова, где ресторан «Мирадж» на третьем этаже. Вот там баня есть, еще на третьем этаже была студия диджей Радика. И там мой друг Ельмир Асгамов сделал аранжировку, мы там записывали девушек, я помню. Кстати, классный аранжировщик, например, из татарстанских аранжировщиков, те, которые делают музыку, я могу выделить троих. Первый – это Марат Мухин, Айнур Бюре и Ельмир Асгамов. Камиль Орландо. Камиль Орландо, он московский. Нурминскому, кто пишет его аранжировки? Айнур Бюре. Ну да, вот Ельмир, вот мне нравится, вот Ельмир, он, короче говоря, Ельмир, я тебя рекламирую, потом мне переведешь, ладно, за рекламу. Вот, мне нравится, как Ельмир делает аранжировки, потому что у каждого, как бы, ремесла, ну, как бы, у каждой работы есть свой мастер, как это сказать. Сто процентов. Потому что есть аранжировщик, который делает музыку, а есть другой человек, который круто сводит. Вот, например, Ельмир, он хорошо делает аранжировки, а Айнур Бюре, он круто сводит. Вот, и когда они в тандеме, рождается такая чудесная песня, как «Мажор». Ну, сколько тебе стоит, вот, чаще всего, или можно назвать в среднем, заказать аранжировку и сделать качественное сведение мастеринга? Ну, например, саундтрек нашего фильма «Мехабетул и рекище», мы саундтрек записали к нашему фильму, мне обошлось в 200 тысяч. Одна четырехминутная песня. Потому что мы записывали эту песню в студии семь дней. Инструменты живые, мы прописывали их по отдельности. Например, сегодня пишем только «Флейту», завтра пишем «Баяниста», послезавтра пишем там «Партию скрипок». Ну, как бы «Мехабетул и рекище» так рождался. Песня длится, по-моему, 4 минуты с чем-то секунд. И эта песня, саундтрек, которую и Делия поет, участница «Голос», шоу «Голос». Вот, мы записывали с группой «Шурели». Кстати, «Шурели» молодцы ребята, я их очень люблю, уважаю. «Шурели», респект. «Гимон», «Штаб татар», они тоже исполняли. «Штаб татар», я слышал, что тебя называли, возможно, ты сам себя так прозвал, «Икорным барыгой». Прокомментируй это. «Икорный барыга» – пресс-конференция фильма, когда проходила в татарском ресторане «Казан Чай Бар». Был момент такой, там журналисты сидели, гости сидели. Вот прямо перед премьерой фильма, это было в декабре, из Казани приехал ТНВ, из Казани ТМТВ, телевидение приехали. Журналисты из Дома кино приехали. Дмитрий Якунин организовал вот это вот, я помню. И, соответственно, тогда вот разговор зашел об этом, о том, что я говорил прессе, они мне задавали вопрос, откуда деньги, откуда деньги, и фонд кино выделил, или министерство культуры. А я как бы ответил, вот я занимаюсь морепродуктами, икрой, рыбой, там. У меня магазин вместе с родителями. И, соответственно, я продаю икру. И благодаря тому, что икра хорошо продается, фильм хорошо снимается, и из-за этого, соответственно, возможно, журналисты меня назвали «Икорный барыга». Такое кричащее название. Икорный, там было интервью в этом, в интернете написано было, я читал, «Икорный барыга создает свой татарский Голливуд в Москве». Вот такой. Сейчас у тебя много икры? Да, есть икра, есть. Из Сахалина, из Камчатки красная икра. Баградионовский торговый центр «Вкусная лавка», второй этаж, магазин «Вкусная лавка». Обязательно попробуйте. Спасибо за икрой. Правильная икра у нас красная, как все любят, правильные консервы у нас настоящие. «Вкусная лавка» – это тот магазин, где вы можете прийти и спокойно приобрести качественную, вкусную продукцию. Хочется узнать у тебя, спросить по твоему топу лучших городов России. Москва на первом месте. Хотя Татарстань я очень люблю, Казань я очень люблю. Я не раз там бывал. Не раз там бывал. Это город творчества, я бы так сказал. Я даже сам хотел какое-то время переехать в Казань. Я даже пост об этом писал. У меня даже брали интервью какой-то журнал, какая-то интернет-газета. Спрашивали, почему вы хотите из Москвы переехать в Казань. О, такое интервью у меня было. Что ты ответил? Город творчества. Как бы Казань – это город творчества. А Москва – это город для работы бизнеса. Москва – это огромный торговый центр. Мне сказали, что ты крадешь идеи. Можешь как-то… Может быть, ты знаешь случаи, может быть, ты знаешь даже человека, который мог про тебя так сказать? Краду идеи. Идеи я никогда не крал ни у кого. Чтобы идеи красть, это, я не знаю, это надо подслушать, наверное, разговор каких-то людей. Красть их идею, превратить проектом и так далее. Хорошо. Я не крал идеи ни у кого. И я понятия не имею, кто мог такое сказать обо мне, что я краду идею. Если речь идет о том, что я делал кавер-версии песен и кавер-версии некоторых музыкальных клипов, повторюсь, это кавер. Хорошо. Тогда про конкретный случай. В Москве выбирали лучшего блогера, татарского. И им стал, по-моему, в 2019 году. Там лучшим блогером Москвы, по мнению большинства, стал Ильяс Кусаинов. Мне сам Ильяс сказал, и многие другие люди, кто знаком с ним, сказали, что ты в свое время украл у него идею брать интервью. И мне бы интересно было у тебя узнать, во-первых, было это так или нет, а во-вторых, почему у него сложилось такое впечатление о тебе? Ну, он имеет, наверное, право считать так, по крайней мере. Я не крал ни у кого идею брать интервью. У меня не было интервью никогда. То есть, как бы, у меня был разговор, да, я предлагал Ильясу свое время брать интервью, сделать какое-нибудь татарское такое шоу, что ли, как у Юрия Дудя, например. Вот, где Ильяс мог бы брать, грубо говоря, интервью у всяких татарских деятелей искусства, там, и так, и не только. А я бы организовал, как бы, техническую команду для этого. Вот, такой разговор между мной и Ильясом, насколько я помню, был. Вот, я ему предлагал это. Вот, предлагал. Но я сам никогда не делал вот именно интервью, чтобы я сам, как интервьюер, приглашал к себе каких-то там татарских людей, там, и брал интервью. У меня не было такого. Я хотел помочь молодым людям реализовать свой потенциал. Если человек, например, у человека жилка и хочет человек стать интервьюером, татарским журналистом и так далее, например, я мог бы помочь такому человеку, у меня всегда было такое желание, вот, помочь человеку, допустим, как бы, помочь как? Технической помочь, сделать интервью качественным, интересным, потому что у меня есть ресурсы, с помощью которых можно сделать качественное, классное интервью. Это отлично, но почему, вот, конкретный человек сказал, что ты крадешь идею? Почему у него... Я не знаю, я не знаю, почему он сказал так, я не знаю. Вот, честно, вообще без понятия. Я ни у кого не краду идею, если только втихаря. Гояр, какой фильм ты мечтаешь снять? Супергеройский. Сейчас возобладает в нашем современном мире супергерои, фильмы о супергероях, фильмы, которые основаны на комиксах. Вы кто еще такие? Марвел представляет Мстителей. Потому что был такой сериал, назывался «Герои». Вот он мне настолько сильно нравился. Это старый сериал «Герои». Не помню, по-моему, в каком году он вышел. По-моему, одновременно шел с «Лостом». Был же «Остаться в живых». Еще был сериал «Герои». Вот я тоже хотел взять какой-нибудь татарский такой мир, или, может быть, не татарский, просто всеобщий, там, мировой какой-то, и просто сделать какое-нибудь такое супергероевское кино. Ильмир Асгамов, я знаю, что ты напишешь для этого фильма музыку бесплатно, потому что ты сам тащишься от таких же фильмов. Также после премьеры фильма «В деревнях», возможно, даже вот в Нижегородской области, очень негативно к тебе отнеслись после фильма. После фильма «Махабетул Ярекичи»? Да. Можешь сказать, почему у многих твоих земляков, опять же, такое негативное к тебе восприятие? Я не знаю, я не слышал такого, что... Я показал Нижегородской области, своей родной деревни, Сафаджай, три дня подряд фильм «Махабетул Ярекичи» в сельском клубе. Три дня подряд показывал. И люди приходили, смотрели фильм, зал практически был полным все три дня. Вот, я прекрасно этот день помню, люди там аплодировали. Даже приезжал Радик Ярулин, даже приезжал сам Элвин Грей, в нашу деревню приезжал, он гостил у Радика Ярулина в Рыбушкино. И мы созванивали, сказали, ну, я сказал Радику, я говорю, ты знаешь, я говорю, мы этот фильм показываем в деревне, приезжай. Только он приехал на сам фильм, и людям понравился фильм и так далее. Не было такого, я не слышал, чтобы, ну, как бы, в Нижегородских краях вот именно вот так плохо отзывались о фильме «Махабетул». Да, были люди, как бы, которые писали, там, в комментариях под фильмом или, может быть, где-то в социальных сетях делились мнением, там, актеры плохо сыграли, там, что-то в этом духе позвал не тех сниматься, как бы, ну, понимаешь, вот такие, может, были, ну, я на такие моменты, как бы, вещи вообще внимания не обращал. Ну, не было такого, чтобы прямо все прямо блокадой стояли о том, чтобы, ну, если им не нравился фильм «Махабетул Вегче», значит, как бы, они бы не разрешили бы мне показывать этот фильм в деревне. Самый лучший респект, который тебе прилетал за этот, за премьеру этого фильма? Самый лучший респект, наверное, от молодежного движения «Сафаджай», который возглавляет и возглавлял тогда Ренат Хазрат Аляудинов, он мне подарил грамоту или, как это называется, благодарственное письмо прямо на премьере фильма в кинотеатре «Космос». То есть, они сделали мне такой подарок, и это первый респект. А второй респект – это когда в Казани, в кинотеатре «Мир», я не помню уже через кого, возможно, через, может, «Гульнас», не помню, мы, как бы, организовали прокат фильма в кинотеатре. Это было очень интересно. Вот, как бы, из самых таких вот прям респектов, помощь, как бы, уважение и так далее, вот именно вот это было. Но Рустам Миниханов тебе не звонил. Нет, Рустам Миниханов мне не звонил. Но на премьере фильма в Казани в кинотеатре «Мир» там было около, я не знаю, 100 человек, наверное, может, даже 200. Из в интернете премьеры мы снимали там, ТНВ приезжал, снимало. И людям тоже понравилось. Понравилось. Мунан бирер елалек, маңа қадар бір кімгеда билгілі болмаған режиссер Мәскәулеға Ярнуримановның тотарше кинотышруу түрунда хабар келіп ирішті. Кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет мне будет 43. Вот, я вижу себя женатым, воспитывающим детей, может быть, мальчика и девочку, которым говорю, «Казым улам, мин сезге нашар пример, ибрет. Минем Кебек ешлейгизне уздармагас, минем Кебек темеке тартмагас, инстаграмда утармагас, тик-тукта уйнаптармагас. Лучше китап укагас, акаллы кешебулагас, мектепте, университета, гел бишлейгегене укагас». Ты сам татарин? Татарин. Мишарский татарин. Мишарский татарин. Мне не нравится это деление, когда делят татар на сибирских, ульяновских, или там, как сегодня говорили, в Турции какие татары живут? Татары Стамбула. Стамбульск, стамбульские татары. Татары они одни, то есть как бы мишарские татары, но как бы, ну, мишары нас назвали, я считаю, при Советском Союзе, возможно, так назвали нас, чтобы, возможно, сеять некий раздор или хаос, чтобы отделить. Если сейчас смотреть на данные переписи населения, каждую перепись населения татар становится меньше. Ну, как меньше? Я вот хотел задать тебе вопрос, я думаю, многим было интересно услышать именно твой взгляд. Есть ли будущее у татарского народа? Как именно, как ты считаешь? Ну, мы еще не вымираем, как динозавры. Вот, то есть пока еще Спилберг о нас фильм не готовит, поэтому, я думаю, у нас есть будущее. Многие считают, что татарин должен говорить чисто на татарском языке, татарин должен думать по-татарски, то есть лозунг такой. Главное, если человек родился в этническо-татарской семье, если он даже не говорит по-татарски, он все равно татарин. Вот, и таких татар на сегодняшний день очень много. Очень много. И в Москве, и в Татарстане, и по России, и так далее, и даже за рубежом. Главное, что человек, если он считает себя татарином, это самое главное. То, что он говорит по-татарски, не говорит по-татарски, это не важно. Это просто язык, его можно выучить в любое время и так далее. Поэтому татары пока есть, это, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, это второе население в России. По численности, да. По численности это второе население. Но если человек татарин не любит щак-щак, он может быть татарин? Да нет, это бред собачий на самом деле. То есть, то, что я могу татарин, вот с тобой мы вместо парамеч можем кушать тирамису. Это же не означает, что мы предаем татарскую культуру. Хорошо. Сидишь ли ты на сайтах знакомств? Социальные сети упростили общение. Жизнь нам упростили. Но усложнили отношения. Потому что, если раньше не было социальных сетей, ну, так развиты они не были, когда мне было 16-17 лет, мы общались в основном живую. И для нас встречаться с девушками, для меня, например, ну, было несложно, например, да, встретиться, пообщаться там. Мы созванивались по домашнему телефону, назначали время, встречались, ходили в Измайловский парк, где татары тусуются. Я не знаю, в Измайловском парке сейчас тусуются татары по воскресеньям или нет? По-моему, нет. Сейчас нет. Ну, вот. А сейчас, получается, чтобы сходить на свидание, вот, я не знаю, это вроде пишешь ты девушке, вроде вы друг другу понравились и так далее, да? Вроде бы все, но чтобы встречаться тяжело, какие-то, я не знаю, барьеры какие-то появились с появлением социальных сетей. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас сняла это платье, повернулась ко мне спиною и не смотрела мне в глаза. Выполняй. Должен ли татарин снимать такие сериалы, как «Свидание»? То есть у Гояра есть сериал «Свидание» с постельными сценами. Давайте узнаем у Гояра, как он читает, должен, не должен. Не знаю. А должен, М. Нать Шиямалан, он является индусом, снимать такие фильмы, как «Шестое чувство», как «Время», недавно вышедший фильм, или как «Таинственный лес». Он же индус. Почему он индийские фильмы не снимает? Почему он снимает голливудско-американские фильмы? Вот я то же самое. Я, будучи татарином, я многогранный человек. Если бы тебе предложили роль в фильме «18+,», ты бы согласился? Я могу как актер, кстати, я не только режиссер, я как актер, я могу играть разные роли. Я могу играть священника, мулу там, попа. Я могу играть наркомана, конченного. То есть это актерская профессия. Если актеру нравится сценарий, нравится идея, актер может перевоплощаться в кого угодно. Он может быть добрым ангелом, он может быть яростным злодеем. Это просто игра, это лирика. Если у тебя внутри горит что-то, желание какое-то горит, энтузиазм горит, ты должен это воплотить. И тебя не должны останавливать какие-то люди или какие-то факторы внешние и так далее. Ты хочешь, так ты делай. У нас свободная страна. Дорогие друзья, мы здесь сегодня собрались, чтобы связать вас с узами брака. Скажите, Гояр и Грета, является ли ваше желание создать семью искренним и добровольным? Да. Грета, скажите, вы готовы пойти замуж за Гояра? Быть ему верной женой в радости и горе, пока смерть не разлучит вас? Да, согласна. Гояр, согласны ли вы взять в жену Грету? Заботятся они любить ее в горе и радости, пока смерть не разлучит вас? Да, я согласен. Властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать на место. Я понял. Вот хотелось бы узнать про твое отношение. Разделяешь ли ты судьбу других людей татар? Например, вот одни из последних страшных событий, которые происходили в России, это стрельба в школе в Перми, в Казани. И если обратить внимание, и в Казани, и в Перми стреляли татары, молодые татары. Как-то есть какое-то у тебя отношение к этому свое? Ну, опять-таки, это я бы не привязывал к национальности. Терроризм не имеет, как же правильно говорят, что терроризм не имеет национальной подоплеки. Как бы терроризм это вне нации. То есть и татарин мог это совершить, и русский мог совершить, и китайц может совершить, и так далее. Поэтому прикреплять именно национальный признак к тому, что эти молодые люди там убивали, и так далее, я думаю, этого не стоит. Это во-первых. И во-вторых, почему-то, я не знаю почему, винят во всем Моргенштерна в этом. Что типа молодежь слушает Алишера Моргенштерна, и его песни – это призыв к насилию, призыв к наркоте. И наше поколение растет вот именно такими даунами-дебилами, слушая вот такие песни. И, соответственно, все это проявляется вот в этих школах там и так далее. И на сегодняшний день даже в некоторых городах запрещали его концерты. Я сам об этом говорил и так далее. Я считаю, что все зависит от родительского воспитания. Потому что формируется личность ребенка только благодаря родителям. Например, когда мы росли, мы были молодыми, мы смотрели кошмар на улице Вязов. Мы смотрели армию тьмы. Каждый раз, когда я засыпаю, приходит какой-то человек. Это его знак, да? Фредди. Господи, ты тоже его видишь? Кто? Ты такой! Теперь вспомнила. Это фильмы о том, как происходит насилие и убийство. Вот про это фильмы. И мы выросли на этих фильмах. И я не знаю ни одного своего одноклассника, знакомого друга, который стал бы киллером, маньяком и садистом. Почему? Ответ простой. Потому что родительское воспитание такое у нас. Родители нас воспитали. И эти все фильмы, вся эта музыка в наше время слушали «Сектор газа». Ну, не было Моргенштерна. Питлюру слушали. Вот такой певец. Ну, они тоже пели там про убийство, насилие и так далее. Но это никак не на нас не повлияло абсолютно. То есть сейчас то, что люди обвиняют в этом какие-то внешние факторы, вот запретим его концерт, вот это нельзя, вот это нельзя детям показывать. Потом посты в интернете пишут, там, огорождайте своих детей от просмотра всяких ужастиков, там, и так далее. На самом деле, если в семье ребенок растет в правильном воспитании, что родители ребенку объясняют, вот это зло, вот это добро, вот это ложь, вот это правда, вот это черное, вот это белое, вот это халяль, вот это харам. Нам вот так объясняли в детстве, и мы выросли такими. И такие фильмы, такая музыка, ну, нас нервировала, только щекотала нервы и раздражала, ну, как бы развлекала. Эти фильмы были для нас как развлекаловка. Ну, нервы щекотали. Я помню, как Фредди Крюгер там своими, там, во сне убивал вот это. Ну, было весело нам, но это же не значит, что я вырос и стану таким подражателем Фредди Крюгера, и пойду в школу, буду убивать своих сверстников и так далее. Поэтому все зависит от родительского воспитания, на самом деле. Ну, раз уж об этом заговорили, какие бы ты советы дал от 40-летнего себя, от 20-летнего? Уважайте своих родителей, вот, самое главное, уважайте своих родителей, вот, заботьтесь о них, слушайте их, но поступайте по-своему. Как вы считаете? Как человек может сняться в твоем клипе, либо в твоем фильме? Очень просто. Я всегда, когда мне нужны актеры или массовка, я обычно публикую у себя в соцсетях, что снимается такой-то проект, и я ищу, там, актера, актриса с такими данными, и они обычно мне пишут. И иногда раньше я проводил кастинги. Один кастинг я провел до Мяса Дулаева, кстати. Ханидзи Иганшин, 45 лет. Шарипова Альфия. Трифат Ибрагимов, мне 28 лет, я из Тюмени. Шая Ахметова Лилия Равилевна. Мне 30 лет, я зовут Мустым. Ведущая новостей телеканала 360. Белова Кристина Алексеевна, 27 лет. Она пишет свой книг, и нужно прочитать ее текст. Еще разок задачку повторить. Все мне говорили, что у меня очень развито воображение. Это ты ее спрятала. Они думают, что я их убила. Задолбала, хватит. Ты ничтожество. Расскажи про свои любимые работы. Наверное, самая из моих первых и любимых работ, это Мехабет Ульярек, еще соответственно, о котором мы говорили. Потому что это был первый опыт, это было интересно. Мы не знали, что делаем, но было весело и интересно создавать кино. Дальше, наверное, моих самых таких любимых проектов – это «Моя новая мать». «Моя новая мать» – это полнометражный второй мой художественный фильм, который мы снимали здесь, в Москве. Это фильм, почему мне нравится, потому что это мой второй полный метр. Вот если Мехабет Ульярек еще был таким для меня интересным обучающим фильмом, то «Моя новая мать» – это уже фильм с глубоким смыслом. Там фильм мы сняли про сихр, про колдовство. Это интересная тема, которую с точки зрения не ислама мы показали, с точки зрения вообще, как мирно это смотрите, откуда зародилось колдовство, от чего это пошло, древний Вавилон. «Моя новая мать» «Моя новая мать» «Моя новая мать» также один из моих любимых проектов это усал наверно клип усал кора и линек седьманды кусал вот говорил ты мне ты воруешь идеи а я сказал что не ворую но я украл у тимати его песню сказать вот адаптируешь слышь ты чё такая дерзкая а да да эта песня настолько заела настолько мне зашло что я просто подумал взять и перенести его на татарский язык но не полностью перевести а спеть эту песню по-татарской кора или нексин манды кусал для наших зрителей для тех кто хочет найти твой фильм твои работы куда им заходить гаяр нуриманов забить и на ютюбе или в яндексе не знаю или в гугле и найдете ли мой как бы канал youtube канал и там выставлены мои все работы все фильмы все клипы все сериалы все на моем youtube канале почему нельзя по подписке купить твой фильм где-нибудь на око не знаю можно было я с кстати вот первый свой фильм их об этом легче помещал до выхода в релиз в интернет помещал его в платный интернет кинотеатр покупали мало как бы мало в основном покупали но мало просмотров было если в америке если в сша мне нравится музыка и я спрашиваю где можно приобрести твою музыку или твою работу то у нас в россии говорят где можно что сделать скачать вот вот ты ответил на свой вопрос можно так сказать поэтому как бы youtube это открытый ресурс пожалуйста смотрите может быть будем снимать и для око или для кинопоиск hd которые спонсирует некоторых молодых режиссеров сколько ты зарабатываешь зарабатываю с в долларах долларах не скажу но вот за прошлый месяц я заработал 150 тысяч рублей 150 это много или мало мало вот надо больше зарабатывать хотя нестабильно получается не нестабильно у меня я могу иногда и 200 заработать а иногда вообще мало там и так далее но я хочу расти в этом плане назови топ-3 татарских на мой вкус на ли на мой личный вкус а вкусы у всех разные лына мне нравится малай на белом барсе до имели меня даже миле 4 им больше нравится просто в казани по-татарски поют круто в москве татарский язык поется не круто не знаю воспринимается как-то так могу ошибаться элвин грей до ради киуякшин мой знакомый друг товарищ который снимался у меня фильме маха бету лирекище кстати кого и я еще предпочитаю слушаю нурминский валим 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 на гелике все давайте ну же татарский певец а не журминский вот мне нравится нурминского бомба вот если честно гаяр в твоих работах очень много снималось красивых актрис был ли у тебя романским из них со всеми сразу шутка шутка нет 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 с актрисами не было романов потому что актрисы которые снимались у меня которые у них были свои мужья бойфренды дети и так далее поэтому у нас были чисто рабочие отношения почему меня отговаривали брать интервью у тебя а кто это отговаривал неужели ильяс опять ты отговаривал тахира брать у меня интервью ну что я такого плохого сделал не он отговаривал не он тогда ильяс ты отпадаешь я я не знаю если честно я не знаю возможно вот например когда артист состоялся творческий человек или публичное лицо обычно его аудитория делится на два вида на 2 лагеря ими виду есть те которые его ну как бы боготворят есть те которые не боготворят вот это все равно что как у элвина грей radical new action молодежь его боготворят обожают более старшее поколение считает его клоуном вот у меня то же самое также то есть у меня есть те аудитория которые меня уважают любят смотрят следят за моим творчеством есть те которые хейтят себя хейтят или не любят и так далее вот и все то есть к я один из них можно так сказать прошу вас не надо пожалуйста отпустите молчать молчать я сказал теперь я ваш муж я ваш хозяин я ваш кормилиц будете слушаться меня никто вас пальцем не тронет а слушайтесь или попытайтесь бежать сурово накажу будете делать работу по дому и разделите ложу со мною родите мне потомство из чистых кровей все понятно это все перепись населения с 15 ноября с точнее с 15 октября по 15 ноября в россии проходит перепись населения она проходит раз в 10 лет как ты считаешь важна ли она конечно по любому вот нам как татарам допустим ну мы второе население по сегодняшний день не остается в россии по численности поэтому перепись населения я не знаю даже как ответить на этот вопрос важно наверное скорее всего если сам рустама вы говорит об этом что татары должны участвовать в этом мы участвуем в этом должны участвовать но опять таки это по желанию я думаю по желанию каждого человека так гаяр тебе большое спасибо за то что уделил время за то что наша встреча сегодня состоялась я тебе желаю от себя и от штаба татарской молодежи творческих взлетов высот я очень надеюсь что такой будет день когда ты меня пригласишь в кинотеатр на свой самый лучший фильм в своей карьере я надеюсь это будет скоро это произойдет вам дорогие друзья спасибо за просмотр за то что уделили время посмотрели подписывайтесь на штаб татарской молодежи наш инстаграм контакты будут все в описании под роликом смотрите работы гаяра но риманова здоровья успехов не болейте всем пока а не совсем не так что уделяйте выхода я не знал что делать если уにな в других это было очень не только после этого Мандытирис баланы, ниши хадай жи берген Кайаманын тербиеси, хэм агылысын кая Эни диеп кашкырамын, карангыда уянып Кюзьяшлэрым агылатик, эниемны югалтып Нишлермен миссинэн башка кая, хэзэр шабарга Эссинэн дэшмисэн мина, тэнин альдамда ята Нишлермен миссинэн башка кая, хэзэр шабарга Эссинэн дэшмисэн мина Ерек турында мені соқладым, қойғы қәсеттен Соқлап қопладым, сенім турында қаршы қойлайман Мендей болсамда мен сенің болам Ерек турында мені соқладым, қойғы қәсеттен Соқлап қопладым, сенім турында қаршы қойлайман Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok